Недавно я наткнулся на одну интересную теорию, где рассказывается о том, что мы живем внутри черной дыры. И я задумался, а так ли это на самом деле? Сегодня я расскажу вам, как произошла эта вселенная, почему черные дыры называют порталами в другие миры, как ученые продолжают доказывать все эти факты. А также вы узнаете, как скоро мы с вами сможем путешествовать во времени. Приятного просмотра! Вы когда-нибудь задумывались, как появилась наша вселенная? Откуда произошли все эти звезды и планеты? Как появились первые атомы? Ученые уже давно выдвинули теорию, которая вполне подробно объясняет все эти аспекты. Правда, даже она не может объяснить некоторых фактов. Поэтому сегодня я хотел бы подробнее разобраться в том, как произошла вселенная, существуют ли другие миры, а также есть ли кто-то или что-то наподобие Бога, что управляет нашей реальностью. А начать бы я хотел с той самой теории Большого Взрыва. И нет, это не сериал, который стал очень популярен в наше время. Это вполне обоснованное предположение того, как возник наш мир. Сама теория заключается в том, что примерно 14 миллиардов лет назад наша вселенная была одной небольшой точкой, состоящей из крайне плотного и горячего вещества, которое называется сингулярностью. Молекул, атомов, протонов и электронов, ничего этого просто не существовало. И в один момент вся эта масса по непонятной до сих пор причине взорвалась. Тогда и появился наш с вами мир, который постоянно расширяется во все стороны. Постепенно начали образовываться первые элементарные частицы. Как проходил этот процесс? Ученые описали его как фазовый переход. Лично мне более понятно другое описание. Это что-то схожее с конденсацией, только с материей, которая скапливалась и образовывала новые вещества. Все эти элементарные частицы и физические силы, как заверяют ученые, образовались за мельчайшую долю секунды. Ну а после и стали появляться более сложные вещества. Более шокирующим кажется то, что взрыв, который произошел, возник по непонятным причинам. Ведь сингулярность находилась в стабильном состоянии и предпосылок для этого просто не было. Даже ученые прибегают к Богу в момент объяснения этого процесса. Ведь без внешнего вмешательства подобное просто не могло произойти. Кто знает, может быть Бог в том или ином обличии все-таки существует? А что вы знаете о черных дырах? Нет, это не ваш порванный носок, который вы надели перед походом в гости. Это такие образования в нашей вселенной. Они характеризуются тем, что имеют просто огромную массу. Она настолько большая, что черные дыры поглощают буквально все вокруг. И впервые о них заговорили еще в далеком 18 веке. А само название ввел физик-теоретик Джон Арчибальд Уиллер в 1967 году. Как они появляются? Тут есть несколько предположений. К примеру, что после того, как массивные звезды погибают, на их месте и образуются черные дыры. Происходит так называемый коллапс внутри небесного тела, когда вся его масса начинает втягиваться в одну точку. Есть еще сверхмассивные черные дыры. Они обычно лежат в центре галактик. Они настолько тяжелые, что даже сосчитать их массу невозможно. Ученые считают, что такие объекты возникли в результате поглощения других тяжелых звезд. Ну и еще одна идея заключается в том, что существуют первичные черные дыры, которые могли появиться в момент большого взрыва. Многие задаются вопросом, а что будет, если попасть в черную дыру? Ну, как вам ответить? Вас разорвет на атомы. Или и того меньше, частицы. А если вы все-таки сможете остаться в живых, то вы будете постепенно уходить вглубь объекта, а вокруг вас пространство будет сжиматься все сильнее и сильнее. Вырваться из черной дыры невозможно. По крайней мере, ученые не знают как. Ведь даже частицы со скоростью света не могут этого сделать. Поэтому-то черные дыры невидимы для нас, так как они попросту поглощают весь излучаемый свет. Настоящий вселенский пылесос. Но как тогда ученые сделали первую фотографию черной дыры? Тут все дело в электромагнитном и других излучениях, которые исходят от всех тел в мире. А от черной дыры они не исходят. Вот ученые ее и сфотографировали, а после просто выделили все излучение цветом. Так и появилась первая картинка черной дыры. А что внутри таких объектов? Доподлинно никто не знает. Но ученые предполагают, что внутри законы физики просто не работают, из-за чего пространство и время может очень сильно искажаться. Поговаривают, что из-за этого в самой реальности появляется щель, из-за чего мы можем попасть в другую вселенную. Звучит круто, не так ли? И задумайтесь, в нашем мире очень много черных дыр. Так может быть параллельные миры все-таки существуют? Просто мы пока что не можем путешествовать в них. Ну очень интересно, не так ли? Помните, я говорил, что вселенная постоянно расширяется? Так вот, есть такой параметр, который называется средняя плотность вселенной. И если он достигает критического значения, то мир будет постоянно расширяться. А если эта плотность выше критической, то будет вечно сжиматься. Так вот, есть одна теория, которая гласит, что мы живем внутри черной дыры. Ну или, по крайней мере, раньше были в ней. Лично я понимаю эту теорию так. Есть определенная масса, которая нужна для образования черной дыры. Ей и называют эту самую вселенскую плотность. И если этот параметр ниже критического значения, то черная дыра начинает распадаться. Так может быть, мы с вами раньше были той самой массой черной дыры, которая из-за чего-то распалась. Чтобы это произошло, нужно, чтобы что-то тяжелое покинуло ее, и из-за этого она не сможет продолжать сжиматься. Вся материя, заключенная внутри, резко высвободится, произойдет взрыв, и пространство вокруг начнет расширяться. Звучит вполне логично. Но есть другая теория, которая заключается в том, что весь наш мир находится внутри колоссальных размеров черной дыры, которая расположилась в более крупной вселенной. А наша вселенная лишь расширяется внутри этой дыры. Чисто теоретически, это означает то, что внутри вселенных могут существовать другие вселенные. Тут можно вспомнить все шутки и предположения о том, что мы живем внутри симуляции или компьютерной игры. Кстати, хотели бы вы видео по этой теме? Пишите в комментариях. Ну а я продолжу. Эта теория доказывает тот факт, что при помощи черных дыр мы могли бы путешествовать в другие миры. Но как доказать ее? Тут все намного сложнее. Для этого человеку нужно каким-то образом войти в черную дыру и выйти из нее. А где найти ключ от этой двери? Кто его знает? А знаете, сколько существует в нашем мире черных дыр? Вот и я не знаю. Как и ученые. Есть лишь предположение о том, что в нашей галактике таких тел существует несколько тысяч. А теперь представьте, что все эти черные дыры на самом деле порталы в другие миры. Так может инопланетяне все-таки существуют? Хотя бы в других вселенных? Но мне кажется, что их хватает и в нашем мире, не говоря уже про другие. Что в таких вселенных может происходить? Да на самом деле что угодно. Есть высказывание, что все черные дыры перемещают вещества из нашего с вами мира в другой. А что? Я думаю, эта теория вполне рабочая. Не могут же без следа исчезнуть все атомы и миллиарды тонн веществ, которые попадают в черные дыры. Они точно должны куда-то попадать или где-то храниться. И таким местом могут быть другие вселенные. То есть, по этой теории, черные дыры – это дверь. С одной стороны вход, а с другой выход. Так может быть, наш с вами мир появился в результате как раз такой двери? Все это отлично сочетается с теорией о том, что мы находимся внутри черной дыры. То есть, есть куча разных вселенных и миров, которые тесно связаны друг с другом. А называется все это мультивселенной. Так что в параллельной вселенной есть тот самый я, который стал миллиардером и сейчас отдыхает где-то на Гавайях. Жаль, конечно, что это не я. А что такое горизонт событий? Это та самая точка в черной дыре, откуда теоретически невозможно выйти. Дело в том, что даже свет, который имеет просто огромную скорость, не может покинуть черную дыру. Я уже говорил об этом, и то, что такие объекты для нас невидимы. А что для нас значит тот самый горизонт событий? Да то, что за ним находится неизвестность. Буквально. Там может быть все, что угодно. От других вселенных, о которых говорят ученые, до пустоты. Размер этого горизонта событий зависит лишь от размеров черной дыры. Так что всякие мелкие точки для путешествий между вселенными не подойдут. А знали ли вы, что при помощи черной дыры можно полностью остановить время? Дело в том, что по законам физики, чем ближе к ней мы находимся, тем медленнее течет время. По крайней мере для тех, кто наблюдает снаружи. В самом же горизонте событий время и вовсе останавливается. Так что если ваш друг окажется в этом месте, с вашей стороны он просто замрет навсегда. А для него, чисто теоретически, время снаружи будет течь настолько быстро, что он сможет буквально телепортироваться в будущее. В общем, это очень интересная тема, на которую ученые продолжают дискутировать. Лично я очень хочу, чтобы они поскорее уже открыли новые вселенные. Хочется вживую увидеть другие миры. Может быть, хоть там не будет слякоти и грязи. Наверняка вы все слышали имя Альберта Эйнштейна. Этот физик произвел настоящую революцию своей теорией гравитации. Но что это такое? Сейчас объясню. Это физическая модель пространства и времени. По сути, она описывает все процессы, происходящие в пространстве и времени. И на основе этой теории созданы другие теории о черных дырах, мультивселенных и порталах в другие миры. Эйнштейн заключил, что гравитация возникает из-за искривления пространства и времени. А это значит, что возле объектов, которые имеют огромную гравитацию, время течет по-другому. Теория Альберта использовалась для обоснования теории о черных дырах. Но куда более примечателен факт, что Эйнштейн отрицал их существование. Вообще, это очень тяжелая тема, в которой достаточно трудно разобраться. Но я вроде как немного понял ее. В общем, гравитация способна искажать реальность. Буквально. Солнечный свет, который, как считается, двигается прямолинейно, на самом деле всегда искажен из-за гравитации от тяжелых объектов. А еще время начинает течь по-другому. Так что вполне возможно, что черные дыры, помимо всего прочего, становятся своеобразной машиной времени. А вы бы хотели исправить ошибки прошлого. А это ведь вполне реально. Ну а я нашел еще более интересное открытие, которое доказывает теорию большого взрыва, порталов и мультивселенной. Это реликтовое излучение. Что это такое? Это космическое фоновое излучение, которое равномерно заполняет всю Вселенную. Оно одинаково в каждой точке мира, имеет одну и ту же частоту, а также температуру. Впервые это непонятное излучение было открыто в прошлом веке, в начале 60-х годов. Правда, о его существовании догадывались еще раньше. А все благодаря теории большого взрыва. По сути, реликтовое излучение не приходит откуда-то, а существует в точке пространства всегда. На практике это смогли обнаружить в СССР в 1955 году. Тогда ученые при помощи специальной антенны обнаружили, что везде, где бы ни проводили исследования, присутствует фоновое радиоизлучение. Даже там, где, казалось бы, его просто не может быть. В 60-х эти опыты уже проводили, и результаты были идентичны. А в 1965 году пара астрономов создали радиотелескоп. Когда они запустили его и попытались найти что-то в космосе, то обнаружили, что исследованием мешает какой-то шум. Они отмывали свою антенну от птичьего помета, пытались всячески от него избавиться. Но куда бы ее ни направили, был этот шум. Собственно, это и было то самое реликтовое излучение. Что нам дало это открытие? Да то, что ученые смогли заглянуть в прошлое на несколько миллиардов лет назад. Правда, увидеть сам большой взрыв все еще не получалось. Но даже так многие теории о существовании параллельных миров были доказаны. Все эти открытия крайне сильно помогли ученым понять устройство мира. Было доказано наличие черных дыр, описанное их устройство, а также создана вполне реальная теория происхождения мира. Но есть одно математическое уравнение, согласно которому черная дыра введет в бесконечность, а все ее свойства идентичны как внутри, так и снаружи. И это просто шокирующая новость. Что это означает для нас с вами? Да то, что метавселенная действительно существует, как и параллельные миры. То есть черные дыры бесконечны, прямо как и наша с вами вселенная. Так что где-то там, далеко от нашей планеты, прямо за горизонтом событий, есть другой человек, который прямо сейчас рассказывает вашим копиям все то же самое, что рассказываю я. Сейчас перед учеными встает лишь один вопрос. Как попасть в черную дыру и при этом не быть уничтоженным? Ведь если каким-то образом получится это сделать, то мы с вами сможем путешествовать не только между мирами, но и во времени. А чтобы такое произошло, нам сначала нужно научиться преодолевать скорость света. Кто знает, что будет, когда это произойдет? Может быть и время пойдет вспять? В любом случае, только превысив скорость света, можно побороть силу притяжения черной дыры. Тут я бы хотел рассказать интересную теорию, которую услышал от одного из пользователей интернета. Он считает, что если у нас будет возможность, вечно увеличивать свою скорость, то рано или поздно мы все равно превысим скорость света. А с текущими технологиями нам это, к сожалению, пока что невозможно. Но мы крайне близки к этому, ведь люди уже придумали термоядерный реактор, который во время своей работы обеспечит нас бесконечным количеством энергии. А также существует адронный коллайдер, который поможет приоткрыть завесу тайны черных дыр. В общем, скоро нас могут ждать поражающий разум открытия. Осталось только их дождаться. Сегодня мы с вами разобрали поражающие воображения теории и факты о мультивселенных и о происхождении нашего мира. А что вам понравилось больше всего, пишите об этом в комментарии.